Добрый вечер, в прямом эфире Atomken Business Channel, программа «Время говорит». Сегодня мы обсуждаем создание бизнеса в новом формате. У нас на связи, извините, в студии Валматы, Бауржан Коншалиф, управляющий директор Сатэнтко. Бауржан, добрый вечер. Добрый вечер. Бауржан. Да, 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 слушаю вас. Ага, извините, некоторые технические неполадки. Скажите, пожалуйста, вот насколько я знаю, вы создаете новый, скажем так, портал, где можно будет найти и инвестора, и инвесторам найти какой-то проект, в который они могли бы вложиться. Когда вы стартуете и в чем основная цель, скажем так, этого портала? Ну, актуальность данного проекта у нас еще появилась года 4 назад. Ну, соответственно, мы решили запустить в разработку данного портала буквально в прошлом году, в 2015 году. Ну, соответственно, основная задача этого портала – это разместить информацию о своем проекте, информацию о своем бизнесе. Если вы, соответственно, проект, предприниматель нуждается в финансировании или в поиске стратегического партнера или инвестора, соответственно, он может разместить краткую информацию о своем проекте. И данная площадка, она открыта для публичного пользования. Любой инвестор может посмотреть и в случае заинтересованности, конечно, связаться с данным предпринимателем. Актуальность данного проекта появилась в том, что мы встретились с тем, что на сегодняшний день многие предприниматели, в особенности это малый и средний бизнес или это стартап-проект, есть проблемы с финансированием и, соответственно, есть проблемы с отсутствием финансирования для своего запуска проекта или для ведения своего бизнеса. Ну и вот, соответственно, появилась такая идея создать такой проект, где человек может, вот еще раз повторюсь, разместить информацию о своем проекте краткую и, соответственно, найти соответствующие инвесторы. Наш проект, основная задача нашего платформы, она делится на четыре модуля. Первый модуль, соответственно, это краткое пока рабочее название, это проекты. Соответственно, в данном разделе предприниматели могут разместить информацию о своем бизнесе, ну и где они могут указать, соответственно, сумму финансирования необходимую, указывают условия привлечения данных инвестиций, или он указывает долю в своем бизнесе, или это привлечение, соответственно, заимствования. Второй раздел у нас есть, это такой раздел, это продажа бизнесов, где предприниматель может, соответственно, также указав информацию о своем проекте, найти, скажем, покупателя для своего бизнеса или продать часть своего бизнеса, ну или весь бизнес. В этой части мы хотим сейчас начать работать с нашими банками второго уровня. В части именно на сегодняшний день, как все знают, что на сегодняшний день у банков очень много токсичных активов. Ну, грубо говоря, это проблема. Какие-то залоговые вещи? Ну, я бы сказал, больше, наверное, проблемные те бизнесы, которые ранее кредитовались банками и на сегодняшний день находятся, скажем, которые были, скажем, выведены в определенные там стрессовые фонды. И, соответственно, по факту, как бы мы дадим такую площадку, где, ну, тем скамбанкиры, они могут разместить информацию об этом проекте и, соответственно, найти, ну, какого-либо заинтересованного там предпринимателя, кто заинтересован в этом бизнесе. Площадка будет открытым в доступе полностью, соответственно, любой может зайти. Пусть это будет даже и зарубежный инвестор, то ли будет это местный инвестор. Боржан, скажите, пожалуйста, сколько вложений, да, ну, в смысле, в деньгах потребовало открытие этого проекта? И когда вы все-таки стартуете, ну, уже вот активно? Насколько вот я сегодня посмотрела, пока нет ни одного инвестора, да, кто заходил бы? Или, может быть, это пока тестовый режим по этому? Да, я хочу, на сегодняшний день проект находится на завершающей стадии. Мы сейчас последний технического характера тестируем и искорняем все технические мелочи. Ну, я надеюсь, мы в ближайшее время начнем уже раздавать, отправлять, соответственно, уведомления. У нас есть определенный пул проектов уже, которые нами сформированы. И мы планируем в ближайшее время разослать всем информацию, чтобы появился такой бизнес, ну, такой сервис, интернет-сервис, где они могут, соответственно, разместить информацию о своем проекте. После того, как мы уже наберем определенный контент пул проектов, и, соответственно, мы хотим уже активно выходить в сотрудничество с нашими банками второго уровня, это сотрудничество с государственными организациями, квази-государствами, с тем же самым ДОМУ, с МПП, с отделами предпринимательства в каждом регионе. Потому что проект, он рассчитан в плане локации, он рассчитан, мы планируем развивать этот проект в рамках стран СНГ. И, соответственно, любой бизнес в той или иной области Казахстана, он может разместить свою информацию о своем проекте. Вот. Ну, надеемся, что в ближайшее время, в ближайшие недели, может быть, в этом месяце мы уже запустим этот проект в полную мощность. Ну, а все-таки сколько в деньгах вы потратили, да, на этот проект? И в чем, ну, есть ли вообще, в принципе, коммерческая выгода для вот вашей компании? Да. Ну, основная, смотрите, основная идея, как бы, она принадлежит мне. По факту аналогов в Казахстане у нас нету. И да, есть ряд аналогичных проектов в России, но мы немножко расширили функциональные возможности данного портала, потому что мы не ограничиваемся в рамках сейчас стартапов. В основном, вот, если брать аналогичные проекты, то они, в основном, размещают информацию своих стартапов и, соответственно, помогают в поиске инвесторов. Мы, в свою очередь, немножко расширили, начинаем, скажем, от идеи, заканчивая там до, скажем, действующих бизнесов, мало-средние. Ну, пусть это будет крупный бизнес, ну, или это бизнес, который там находится на стадии, там, определенных, там, ну, на стадии, может быть, банкротства, который требует вливания инвестиций. Ну, основной упор мы, конечно, будем делать это на стартапы, это на малый, средний бизнес, который на сегодняшний день, вот, ну, столкнулись с определенным, там, с финансированием, нехваткой финансированием в связи с тем, что на рынке сейчас отсутствует, скажем, ну, длинных денег, при этом они очень дорогие. И вот, как бы, мы создадим, вот, хотим, создадим альтернативный источник финансирования, вот. Скажем, в части с инвесторами, да, у нас есть определенный тоже пул инвесторов, с кем мы уже начали прорабатывать наш проект. И, соответственно, будем стараться размещать именно на этом контенте, именно качественные проекты, где средний чек, скажем, ну, будем брать, там, пусть это будет, там, если это стартапы, соответственно, ну, это отдельный раздел. Если брать малосредний бизнес, то это где-то средним чеком 5-6 миллионов долларов требуемого финансирования проекта, вот. Так, хорошо, это понятно. Ваша компания конкретно, какое будет иметь от этого, ну, в смысле, пользу, да, если она есть денежная, и сколько вы все-таки потратили на разработку такого ресурса? Ну, это проект, можно сказать, это мой личный проект, и, соответственно, разработку данного проекта я финансировал за счет собственных средств, вот. Вот, проект разрабатывался совместными нашими программистами. Ну, дорого обошлось? На разработку проекта, на сегодняшнем, на текущем этапе у меня, наверное, ушло порядка около 10 миллионов тенге. То есть, получается, что это ваша, скажем так, ну, некого рода социальная ответственность, то есть, вы с этих проектов, ни с инвесторов, ни с проектов, которые будут, да, продаваться инвестиции, вы там, как бы, грубо говоря, никак не присутствуете. Ну, в смысле, в денежном выражении выгодно. В смысле, выгодно не получите. Если смотреть коммерческую часть данного проекта, то, соответственно, данный проект, он будет жить, скажем, монетизация данного проекта, она будет исходить из того, что от размещения проектов. По факту, любой предприниматель размещает информацию о своем проекте, и за размещение данного проекта он платит определенную сумму. На сегодняшний день, пока у нас предварительно, это где-то будет, там, порядка 5 тысяч тенге в месяц. А вот что касается, например, таких сервисов, которые есть, да, там, в Казахстане, ну, на данном этапе, это, например, там, Казнекс Инвест, да, которые тоже якобы занимаются тем, что ищут инвесторов для казахстанского бизнеса и наоборот. Есть похожие проекты, например, от УНПП, да, это бизнес-реестр, который тоже будет переведен на китайский язык, в том числе, где зарубежные инвесторы могут найти казахстанских партнеров, скажем так. Будет какая-то синергия, или все-таки это будет какая-то конкуренция, или, в принципе, это разные вещи? Нет, я бы сказал немножко, мы в основном, наша, основная идея нашего проекта, она, вот я еще раз скажу, что если Казнекс Инвекс или то же самое МПП, в основном он ищет, скажем, инвестиции для более таких, ну, для крупных проектов, да, социально значимых, где там средняя стоимость проектов, там, ну, возможно, не менее, там, 50 миллионов долларов, то мы немножко, наша задача, это больше, наверное, помочь нашим предпринимателям, работающим в сфере малого и среднего бизнеса, именно, больше им помочь найти инвестиции. Вот, относительно, скажем, работы в кооперации с МПП, да, мы планируем и работать с дому, работать с банками второго уровня, но также работать, скажем, например, с тем самым МПП и с акиматами, с областными акиматами, потому что, если, например, скажем, планируется договоренность с банками, если, скажем, этот заемщик или любой бизнес, он не подходит под банковские требования, соответственно, ну, это, скажем, он может направить его к нам, где мы, соответственно, дополнительно проведем анализ и выставляем его проект на нашем портале, где, соответственно, ну, или местный инвестор, или, ну, зарубежный инвестор сможет найти, скажем, информацию, связаться с этим, скажем, предпринимателем. Ну, можно сказать, мы, как бы, создаем такую площадку, диалог, где между, ну, бизнес-сообществом, ну, и плюс инвесторами. Скажите, пожалуйста, вот, что касается самих предпринимателей, есть уже какой-то потенциальный интерес? Ну, вы, наверное, скорее всего, проводили какие-то исследования, какой-то фидбэк хотели бы получить? Да, мы, у нас есть пул проектов, это порядка 250, там, 2500 проектов, скажем, это проекты, стартапы, в основном это стартапы, с которыми мы на сегодняшний день планируем уже запустить процесс, вот, чтобы уже уведомить их, чтобы они уже могли начинать размещаться. Также мы уже прорабатывали с несколькими, скажем, ну, с тем же самым, с дому мы уже прорабатывали этот вопрос, что вот планируется запуск такого проекта, и, соответственно, мы сейчас ищем формат, соответственно, сотрудничества, тем самым МПП с дому. Да, мы разговаривали с управлением предпринимательства города Алматы и города Астаны, у них тоже есть пул проектов, который они готовы направить к нам на размещение, вот, будет прорабатываться также, ну, с банками, вот, как я и сказал ранее, что в случае, если у них есть то же самое, да, там, если бизнес, он не проходит по-банковски, то, соответственно, он может направить его к нам. А вот что касается вот этого пула, да, о котором вы говорите, который уже сегодня наработан, в каких отраслях, да, экономики в основном предприниматели желают вот найти инвестора? Ну, в основном, возможно, это больше связано с нанотехнологиями, это больше связано с переработкой определенных там сырья, и такой существенный пул, это связано именно с IT-проектами. Хорошо, Божен, спасибо вам большое, что вы уделили нам время и приехали в нашу студию в Алматы. Я напомню, это была программа «Время говорить». Встретимся завтра. Спасибо. Спасибо.